Шоу, 2024 год. Сюрреализм искусственного интеллекта проник во все сферы жизни и до неузнаваемости изменил планету. Собаки, воспитанные нейросетью, приучили людей давать им еду и водить на прогулки. Друзья человека теперь обитают в роскоши, разбираются в искусстве и антиквариате. Измененные искусственным интеллектом человеческие ценности вынуждают людей приобретать фальшивки и получать консультации у дефективных экспертов. В роли собаки, воспитанной синтетическим разумом, далматин по кличке Хорси, владелица отеля «Бристоль» в Краснодаре. Блохи антикварного ареала, 3-я серия. Атрибуция фальшивого антиквариата уже давно стала визитной карточкой специалистов раздела «Серебро. Антикфорум». Очередной шедевр фуфлариата. Подстаканник из серебра 84-й пробы с гербом СССР «Генеральский. Редкость». По описанию продавца, возможно, «Генеральский» или сделан под заказ кому-нибудь из высшего комсостава. Клеймо 84-й пробы 20-е-40-е года «Харбин. Оригинал. Дарственная гравировка». Клеймо фальшивое. Такого клейма не существует. На гербе Советского Союза 16 лен. Такая государственная символика использовалась с 1946 до 1956 года. А теперь, внимание! Валя подарила подстаканник в 1943 году. Для производителей фуфлариата, допускающих идиотские ошибки, машина времени существует. И Валя сгоняла в будущее за раритетом для любимого мужа. А в Харбине, куда сбежала ненавидящая большевиков часть колчаковской армии, тайно изготовили подарочный подстаканник с будущим гербом Советского Союза. Интересно, что белогвардейская контрразведка сделала бы с этим ювелиром? Ваши версии с удовольствием прочитаю в комментариях. В сообщениях под лотом продавцу неоднократно указали на признаки подделки. В свою очередь, продавец уверенно ссылается на профильный форум по атрибуции серебра со специалистами, которые действительно разбираются в клеймах и единоклассно атрибутировали клеймо и подтвердили подлинность этого подстаканника. Атрибуция фальшивки, предоставленной администрацией мешка, позволила фуфлорядчику удалить жалобы на фальшивый лот, а подтвердили подлинность этой фуфлямбы эксперты антик-форума. Пернатое трио «Дятел», «Пингвин» и «Голубиха» слаженно работает много лет на различных форумах. Дятел контролирует обстановку, «Голубиха» атрибутирует фальшивые клеймы, а «Пингвин» продает фальшивки. При этом фальшивки, выставленные в продажу пингвинам, не обсуждаются. Критические сообщения выклевывает «Дятел», а удаленные комментарии с указанием признаков подделки «Голубиха» маскирует своими рассуждениями о жизни натуралистов-орнитологов. Результаты анализа лотов с фуфлариатом привели к очевидным совпадениям. Участник антик-форума «Пингвин», регулярно оставляющий комментарии в разделе «Консультации» под видом эксперта и продавец фуфлариата на мешке – одна и та же птица. Лоты, размещенные пингвином в разделе «Продаж», совпадают с лотами, размещенными под похожим ником на мешке. Рассмотрим детально фальшивые лоты пингвина. Обратите внимание на слова в описании предметов. Редкость, музей, шедевр, царский и так далее – это шифры гарантированного фуфлариата. Как и большинство продавцов фальшивок, пингвин сочиняет провинанс предметов, не обращая внимания на явные противоречия. Крюшонница, Первая мировая, фраже, круп, сфинксы, югенстиль. Редкость, юбилейная надпись 1916 года, очень красивая и редкая, на ногах, родное стекло – это редкость. Предмет подарен в годы Первой мировой подарок от коллег посудоходной компании. Кунсман, на юбилей 25 лет, трофейная. Слова Зильбер Хоксайт в дарственной надписи указывают, что эта кастрюля подарена от коллег по работе в день серебряной свадьбы и к Первой мировой войне не имеет никакого отношения. А родное стекло – это современная стеклянная ваза для цветов. Пингвин – любитель медных кастрюль и их гальванических копий. Кубок для пунша, крюшона, охота, плевкевич, фраже, шедевр, музей. Редкость, большая посудина, ручки, рога, лося, не встречал таких музейный предмет. Отсутствует на крышке пимпа, потертость серебрения, высота 36 см. Выполненная гальваническим копированием составная кастрюля с фальшивым клеймом плевкевич. При изготовлении клеймо не получилось. Его остатки вынужденно затирали абразивным инструментом и сверху набили выдуманное клеймо плевкевича. Подстаканник, серебро 875, редкость, довоенный, дубки, довоенная прибалтика, красавец. Клеймо довоенной прибалтики фальшивое. В щелях и углублениях остатки белой массы, уже знакомой нам по предыдущим сериям. Некоторые зрители канала возразили и выдвинули версию, что это остатки полировальной пасты. Однако в тех местах, где находится эта субстанция, предметы не имеют полировки. И при этом, наоборот, покрыты патиной. Кроме этого, на подстаканнике характерны для гальванокопий дефекты изготовления. Глубокие раковины и поры. Десертные ложки Фаберже Серебро 84. Шикарные, редкий рисунок. На последнем фото подобные предметы. Предметы на фото значительно отличаются от предметов, представленных к продаже. Поверхность ложек имеет следы грубой механической обработки с глубокими царапинами. На плоскости рукояти заметны поры и раковины, характерные для гальвана фальшивок. Государственное клеймо и именик Фаберже фальшивые. Столовые ложки Павлов Серебро 84 Банты. Бензелей нет, крепкие, шикарные. Государственные клеймы фальшивые. На поверхности глубокие царапины, поры и раковины. Которые пингвин умело маскирует плохими фотографиями со слабым разрешением. Ложки Белогейца? Нет. Это кофейные ложки братья Грачевы Серебро 84. Девушка в кокошнике на государственном клейме похожа на брутального бойца ММА со сломанным носом. Обратите внимание, сообщение о подделке удалено модератором. Пингвин с пернатой поддержкой придумал новый именник для Грачевых. И подтвердили подлинность этого фуфлориата все там же на антик форум. Столовая ложка Чернь Кавказ Овчинников 1875 год. Нечастая. Есть потери черни. В Мятенко наедали. Редкость. На ложку с утратами и стоимостью в лучшем случае 40 рублей за грамм набили фальшивый именник Овчинников. И стоимость ложки увеличилась в 10 раз до 20 тысяч рублей. Фальшивый именник установлен после государственного клеймения, так как граница госклейма деформирована внутрь рамки. Для увеличения стоимости именник Овчинникова установлен поверх именника неизвестного мастера. Имперский орел оттиснут без голов. На изображение орла заходит след от химического состава, которым пытались скрыть утраты черни, замаскировав дефекты химическим чернением. Десертная ложка серебро. Дворянская монограмма. Шикарный штихель. Нечастая. На ложку, изготовленную в Советском Союзе, поставили фальшивое клеймо 1875 года. Поставили криво, поэтому пришлось буквы и цифры доковыривать инструментом. А для маскировки дефектов дно клейма закрыли химической патиной. Рюмка походная, разборная, серебро. Приделанный медальон. Стоит немного неровно. Есть микротрещина, разборная, редкая. Рюмка не разборная, а сборная. Медальоном пингвин называет втулку, которой криво соединили рюмку со сломанной ножкой. Следы этой реконструкции остались внутри, на дне рюмки. Это редкостный фуфлориат. Стакан. 1847 год. Чернь. Петр Первый. Серебро. Музей. Шикарный. Очень редкий. Изображен Петр Первый и его ботик. На Чернеморе есть игольчатые точки. Технология изображения и химический узор рисунка совершенно не характерны для ювелирных изделий середины 19 века. Разгадка проста. В современный стакан вварили кривое дно от старого предмета с подлинным клеймом. Следы соединения остались внутри и снаружи на дне стакана. Сухарница, фруктовница, конфетница, серебро, самошин, клейма на всех частях. Шикарная. На внешней поверхности этой вазы остались следы свежеприпаянных ручек. Внутри клейма остатки белой субстанции. Клейма не имеют четких контуров. Даже отвратительное качество фотографий позволяет определить признаки подделки государственного клейма. Ножи рыбные, серебро, братья Грачевы, сфинксы. Шикарная. Позолото. Редкость. На первый взгляд изделие в замечательном состоянии. Однако позолото нанесено сверху на глубокие следы механической обработки. Глубокие раковины, поры на поверхности и фальшивое государственное клеймо позволяют атрибутировать эти ножи как фуфлариат. Ручки подобного типа с различными фальшивыми клеймами встречаются в продаже довольно часто. В них вставляют всевозможные современные части столовых приборов. А для удешевления фальшивки используют изделие плохого качества. Среди лотов пингвина еще один конструктор из этого же набора. Лопатка для икры, серебро, братья Грачевы, сфинксы. Редкость. Государственное клеймо фальшивое. Позолото нанесено сверху по глубоким раковинам и царапинам. Моя знакомая, торгующая на барахолке, прислала для атрибуции подобные предметы. Указав ей на подделку, я предложил показать предметы в ролике. А как же потом я их продам? Ответила она. Остальной набор фуфлариата на птичьем меху можно внимательно рассмотреть в аккаунте пингвина и в разделе серебро антик форум. Мешковские продавцы фальшивок не умеют читать и, вероятно, по их мнению, остальные тоже не обладают столь сакральным знанием. Этот вывод появился после осмотра нескольких лотов с пословицами и поговорками, которые и предлагаю вашему вниманию. Солонки, стульчики, серебро, 84-я проба, пословица русский стиль, 1868 год. Конструкция крепления дна солонки точками указывает на примитивного изготовителя с низкой квалификацией. Оставшиеся щели для маскировки просвета забили грязью. Клеймо и именик фальшивые. Следы, похожие на папиллярные линии ладони и пальцев, являются характерным рисунком осаждения серебра на поверхности при гальваническом изготовлении. В надписи на крышке грамматические ошибки. Вместо буквы А используют букву Я. В слове «половина» пропущена буква О и получается слово «пловина». Вероятно, у писаря азиатские корни любителя плова. Старинная солонка, трон с пословицей. Серебро, 84-я пробы, 1882 год. Люкс, красота, 200 тысяч рублей. Целая в отличной сохранности, шикарный рисунок, штихель, гравировка, высота 10 сантиметров. Клеймо и именик фальшивые. Внутри букв остатки белой субстанции. Георгий на коне больше похож на легендарного кентавра. Дно грубо выполнено со следами выступающего припоя. По всей поверхности дна рытвины, характерные для гальванокопии. Теперь внимание пословица. Иноязычный писарь Рисчик пропустил буквы Е и О. И их вписали дополнительно. Поэтому продавец решил замаскировать эти яркие дефекты плохими фотографиями. Фуфлориатчики боятся публичности и открытого обсуждения своих лотов. Разоблаченные торговцы фальшивок, как хамелеоны, меняют окрас и скрываются за новыми картинками и кличками. У знакомого по первой серии продавца фальшивого антиквариата Артур 1968 из аккаунта исчезли все лоты. Следует полагать, что этот фуфлодеятель вместе с пепельницей Фаберже и сотней аналогичных фальшивок мигрировал в иной аккаунт. Пашотница Фаберже вызвала много вопросов в комментариях. По каким же признакам я считаю этот предмет фуфлориатом? Кроме того, у зрителей вызывает удивление, как можно по фотографиям атрибутировать фальшивки. Отмечу, что как раз современные технологии и позволяют без особого труда определять фальшивый антиквариат. Сравните изображение государственного клейма на Пашотнице с подлинным клеймом. Кроме явных различий изображения, нарушена форма овала клейма. Признаки подлинности клейма искажены. Прямая линия указывает на несоответствие расположения символов защиты клейма. Нижняя часть знака пробирного учреждения, нос девушки и перекладина цифры 4 должны находиться на одной линии. Клеймо 875 фальшивое. Дело в том, что государственное клеймо ставится на полностью обработанном изделии перед поступлением в торговую сеть. А это фальшивое клеймо. А для маскировки явных дефектов после установки обработано точечным мотированием. Причем мотирование нанесено только на клеймо. Среди остальных лотов этого торговца достаточное количество фальшивок. Обезличенное существо антиквариат-74 именует себя искусствовед, аттестованный эксперт по антиквариату, эксперт-гемолог, член ассоциации искусствоведов, стаж работы на рынке антиквариата более 35 лет. Выдача экспертных заключений напечатаны на госзнак водяные знаки несколько степеней защиты на предметы антиквариата, в том числе для таможни и суда. Мне показалось очень странным, что при таком количестве регалий и званий у торговца ни один его лот не имеет экспертного заключения. Вероятно, антиквариат-74 закончил 12-дневные курсы экспертов по антиквариату у Клёпы и получил соответствующий диплом. А выдуманное звание эксперта помогает антиквариату-74 под видом антиквариата реализовывать фуфлориат. Лоты этого торгаша фальшивые, начиная с описания. Бюст Николая I. Серебро. 84-я проба. Братья Грачевы. В конце описания обратите внимание на предложение. Сделан братьями Грачевыми 15 лет назад. К тому же 84-й пробы серебра уже почти 100 лет как не существует. И для подтверждения серебра в изделии необходимо получить клеймо пробирного учреждения. Поэтому правильно будет написать, что это современная отливка предположительно из серебра. Такой же бюст, только с другим клеймом и на 200 тысяч дешевле продает танкист и утверждает авторство ювелира Морозова. Похоже, назревает экспертный спор между фуфлориатчиками. У кого из них товар фальшивее? Изворотливый Хапуга антиквариат 74 придумал, как себя застраховать от уголовной ответственности за мошенничество. И публикует фальшивки и сомнительные изделия как бы 19 века в разделе серебро 1917-1991 год. А если возникают претензии со стороны покупателя с сомнениями в подлинности приобретенного предмета, продавец указывает, что выставлял предмет в разделе современного серебра. Меч. Катана. Япония. Мастер Фокумото. 1926-1945 год. Выставленный в продажу меч – это сувенир для реконструкторов истории и любителей ролевых игр. К антиквариату и Японии этот фуфлориат не имеет никакого отношения. Для защиты от подделки на хвостовик подлинного клинка японские мастера наносят специальным резцом уникальной формы параллельные линии и после этого ставят клеймо. На представленном антиквариатом 74 клинке хвостовик хаотично обработан напильником после установки клейма, чтобы скрыть дефекты и создать имитацию подлинности. Вот так выглядело табельное оружие японского офицера в указанном мошенникам антиквариат 74 период времени. Подлинность этого антикварного предмета не вызывает сомнений и подтверждена острым нюхом неподкупного эксперта Хорси. Кроме торговли фальшивым антиквариатом, при абсолютном бездействии администратора Мешка, торгаш с полным пренебрежением относится к законам Российской Федерации. На площадке с открытым поиском он публично демонстрирует запрещенную нацистскую символику. Антиквариат 74 очевидно ожидает бывших хозяев этих знаков и подает им сигналы. Вышеупомянутые предметы модераторам Мешка ошибочно отнесены в раздел антиквариат. Их место в категории суррогат. Покупатель подобного фуфлариата уверен в подлинности подтвержденной лжеэкспертами и только при попытке продать предмет поймет, что стал обладателем фальшивки и лишился потраченных средств. Пингвин, его фернатые сообщники и остальные мутанты поля чудес, сбывая фальшивый антиквариат, являются настоящими экстремистами, чьи действия наносят ущерб обществу и экономике России в целом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...